Пока выводит доклад мой на экран, хочу сказать, что в своем выступлении как раз я хочу подчеркнуть не сколько те исследования, которые были проведены в 2020 году, а именно те возможности, которые у нас появились в конце этого года и которые будут у нас в следующем. Вы хорошо знаете, что аденокарцинома на сегодняшний день уже очень хорошо изучена, практически около 80% у нас есть понимание о драйверных мутациях, которые вызывают рак легкого, и мы имеем уже не один, а несколько таргетных препаратов практически каждой из существующих мутаций. Вот здесь они представлены на этом слайде, я не буду их всех перечислять, а потихонечку по порядку обслужу каждую из них. Четыре стандартных у нас биомаркера, которые мы определяем на сегодняшний день согласно рекомендациям, это ИДЖФР, это ИЛК, это РОС-1 и БИРАФ. Что появляется у нас в ближайшее время? В первую очередь это, конечно, такие вещи, как мутация амплификации гена МЕД, это мутация НТРК, это перестройка гена РЭД, мутация гена ХЕР2 и мутация КЕРАС. Это вот все те новые мишени, которые на сегодняшний день уже являются реальностью, потому что уже появляются препараты для их терапии. Ну, вы хорошо знаете стандарты, мы обязательно исследуем неплоскоклечный, немелкоклечный рак легкого на мутации, ну и те случаи, когда у нас есть нетипичные случаи плоскоклечного рака, как правило, это либо курильщики, либо молодые пациенты, ну и в тех случаях, когда у нас есть подозрения о том, что наша биопсия слишком мала или слишком, так сказать, повреждена во время взятия, и когда есть спорные случаи возможности смешанного рака. Текущие, так сказать, возможности, они, как правило, связаны с возможностями ПЦР, иммуногистой химии, фиш-методов, но большинство из современных, так сказать, возможностей, они, конечно, перекрываются возможностями ПЦР. И в данном случае, в общем-то, вот в институте онкологии в лаборатории Евгения Науча именитого создана платформа, которая по своим возможностям, она приближается к полногеномному секвенированию, а по экономичности она намного-намного ее превосходит. Конечно, мы будем, так сказать, стремиться в будущем к полногеномному секвенированию, я думаю, что мы к этому времени подойдем, но на сегодняшний день, в общем-то, те возможности, которые существуют ПЦР-метода, они достаточно велики. Еще раз вернусь, так сказать, к возможности стандартного лечения пациентов с драйвными мутациями. Как видите из этого слайда, иммунотерапия, которая применялась при различных вариантах, она неэффективна. При вот такой мутации КЛК из 18 пациентов вообще ни один не ответил на иммунотерапию. Немножко лучше отвечают у нас пациенты с БИРАВ, с КИРАЗ, но, в общем-то, большинство драйвных мутаций, они, конечно, являются противопоказанием, особенно на первых этапах лечения, на первой и второй линии, для назначения иммунотерапии. И, в общем-то, этот метод используется лишь как метод спасения. И редкие случаи и в нашей практике, когда, в общем-то, и Федор Владимирович это подтвердил, действительно, очень редкие случаи, когда комбинирование иммунотерапии помогает у пациентов с такими драйвными мутациями, как ЛК и ГФР. Какие у нас возможности при лечении ГФР? Ну, стандартные возможности первое, второе и третье поколения вы все хорошо знаете. Это препараты, которые используются у нас достаточно уже широко. На сегодняшний день самый лучший вариант в первой линии дает препарат осимертенип, это препарат третьего поколения. В настоящее время в клинических исследованиях изучаются также несколько препаратов третьего поколения. Один из них, лазертинип, сейчас, например, исследуется в большинстве клиник в нашей стране и уже есть первый опыт по использованию этого препарата. Ну, а то, что у нас возможно в следующем году, это, конечно, различные комбинации. И, в первую очередь, конечно, это комбинация Орлатиниб и Рамоцерумаб, которая в настоящее время зарегистрирована. И я надеюсь, в следующем году мы будем возможность использовать ее в рамках ОМС. И, соответственно, возможности этой комбинации, они сопоставимы с применением ингибиторов третьего поколения. К сожалению, комбинация Орлатиниб и Биоцезумаб показала хорошую выжимаемость без прогрессии, но в то же время не показала увеличение общей выживаемости. Ну и, конечно, интересной комбинацией таргетной терапии и химиотерапии. Как видите из этого слайда, у нас самая большая общая выживаемость как раз получена по сочетанию гефотениба и химиотерапии. И в настоящее время исследуются варианты применения оси мертениба и химиотерапии. Проводятся такие исследования второй фазы. Что можно предложить больным с редкими мутациями? До сегодняшнего дня мы применяли только афотениб в ряде мутаций, таких как 719, 861, 768 с достаточно хорошим эффектом. А 20-й экзон оставался, так сказать, у нас, к сожалению, таким твердым орешком, и ни одной из таргетной терапии оно не воздействовало. В настоящее время исследуется новый препарат, таргетный препарат, так называемый ТАК-788. Идет клиническое исследование, которое, я надеюсь, позволит решить эту проблему и больных, хоть их и достаточно редкие с 20-м инсерцией, но, тем не менее, это пациенты встречаются в нашей практике. Ну и то, что появилось в прошлом году, это результаты исследования Адаура, это адювантная терапия пациентов операбельных с ЕДЖФР мутацией. И, как вы видите из этого слайда, у нас достаточно широкое расхождение кривых, практически, так сказать, на отметке 3 года у нас преимущество в 2 раза 79 против 41%. Поэтому этот вид лечения, адювантное лечение, видимо, будет, так сказать, зарегистрировано в ближайшее время, и мы тоже надеемся в следующем году им воспользоваться. Что у нас появилось при АЛК и РОС-1 в позитивном раке легкого? Вы хорошо знаете, что на сегодняшний день у нас есть 3 препарата, это кризетиниб, серетиниб и электиниб, которые зарегистрированы и применяются. Мы ожидаем препарат на следующий год регистрацию, бриготиниб, это ингибитор АЛК второго поколения. Он показал примерно такие же результаты, как и препарат алектиниб, то есть общая выживаемость, простите, выживаемость без прогрессии, в примерах около 26 месяцев, общая выживаемость у этих пациентов уже превышает 7 лет. Поэтому, в общем-то, конечно, пациенты с АЛК-мутациями, это, наверное, одна из самых интересных групп в немелкоклещном раке легкого. То есть пациенты, которые ранее у нас вживаемость составляла не больше 6-7 месяцев, в настоящее время живут уже больше 6-7 лет. И, в общем-то, с появлением новых поколений, таких как Лорлотиниб, третье поколение, которое также мы ожидаем регистрацию в следующем году, это поколение третье позволит, я надеюсь, увеличить нам выживаемость еще более. На сегодняшний день схема достаточно стандартная, мы начинаем, как правило, с первого или второго поколения. В случае прогрессии, возможно, переход будет на третье поколение, либо на платиновую химиотерапию. В случае локального прогрессии, возможно, применение радиотерапии, гамма-ножа и продолжение терапии тем же препаратом. Но, в целом, на сегодняшний день мы, надеюсь, уже имеем 3 препарата, а в следующем году будем иметь 5 препаратов, которые можем использовать для лечения ЛК-позитивного рака легкого. При РОС-1 у нас на сегодняшний день только один препарат, кризотениб. Серитениб, он хоть и действует, так сказать, на РОС-1, но, к сожалению, не зарегистрирован для этой показания. А лорлотениб, мы надеемся, появится для лечения РОС-1 в следующем году. И следует отметить также новый препарат, который появился, это энтректиниб. Он возможен, в принципе, в настоящее время в расширенном доступе. Новая мишень, которая у нас появляется, это МЕТ. Как правило, эта мутация, она сопровождается плохим прогнозом, как правило, так сказать, эти пациенты плохо отвечают на стандартные режимы химиотерапии, иммунотерапии. Но, к счастью, так сказать, была найдена мишень и были найдены препараты. Первым из препаратов, который разрабатывался как раз как МЕТ-ингибитор и исследовался в исследовании ПРОФАЛ-1001, это был кризотениб. И, в принципе, выживаемость без прогрессии составила около 7,3 месяцев. И появилось два новых препарата, которые уже исследовались в клинических трайлах, это Тепотениб и Капмотениб. Эти тоже два препарата, так сказать, показали свою активность, исследования закончились позитивно. Ну, и следует отметить, что сила этих препаратов, особенно Капмотениб, здесь вы видите 0,6 концентрация, которая должна достаточно до ингибирования по сравнению с 22,5 у кризотениба. Поэтому этот препарат в настоящее время будет доступен в рамках расширенного доступа и клинического исследования третьей фазы. Он был зарегистрирован уже в FDA по результатам второй фазы, по вскоренному типу. Сейчас проводится третья фаза. И еще раз повторю, на сегодняшний день возможно применение этого препарата в качестве расширенного доступа. Здесь представлены, видите, данные пациентов у предлеченных. Объективный ответ составил около 40% у предлеченных пациентов. Так выглядит водопад, видите, большинство пациентов ответили частичным или полным ответом. И, соответственно, в другой когорте, где пациенты были не лечены, применялся Капмотениб в первой линии, частота ответа составила еще больше, около 70%. Соответственно, как вы видите, такой ответ, который продолжается достаточно долго, является хорошей опцией для пациентов с медмутацией. Я напомню, что это пациенты, как правило, пожилые. Если мы АЛК пациентов и РОС-1 пациентов все-таки видим, как правило, это молодой возраст, около 50 лет, то у пациентов с медмутациями, которых в общей группе 4%, то в группе пожилых пациентов, где-то 70, средний возраст этих пациентов может быть до 10%. Поэтому, конечно, пациентов, которые у нас уже исчерпаны в медлечении, которые плохо переносят химиотерапию, следует исследовать на медмутации, особенно если они пожилого возраста. В ГИРАФ тут ничего нового у нас не появилось, поэтому я не остановлюсь. Традиционная двухкомпонентная схема. И перейду сразу к следующей мутации. Это РЭД, так называемая РЭД-мутация. Зарегистрирован препарат РЭТЕВМА, сельперкальтинип. Как видите, опять-таки, очень красивый водопад. Практически все пациенты ответили на лечение. 2% полных ответов, 66% частичных ответов и только 2% прогрессии. И что, в общем-то, характерно для этих пациентов, то, что длительность ответа была достаточно длительной. Видите, так сказать, первые линии терапии еще лучше результаты. Опять-таки, 3% полных ответов и 82% частичных ответов. И, соответственно, длительность ответа составила уже около 20 месяцев. А есть работы, которые описывают, что некоторые пациенты уже, так сказать, живут при применении препарата РЭД-ингибитора где-то в пределах уже 100 месяцев. То есть, в общем-то, такая вживаемость, приближающаяся к 10 годам. Соответственно, хочется отметить, что именно РЭД-мутация также, так сказать, в настоящее время зарегистрирована как показания и терапия FDA. И у нас в России также с этого года уже практически мы сейчас начинаем оформлять документы. Возможен расширенный доступ на этот препарат. Потому что были попытки лечения и раньше мульти-таргетными препаратами, такими как Вандитаниб и ряд других. Но они, так сказать, были с коротким эффектом. Но в данном случае вот этот препарат РЭТЕМА, который у нас есть, он обладает очень выраженным селективным действием. И мы имеем длительную выживаемость без прогрессии. Ну и еще несколько, так сказать, слайдов о совсем редких мутациях. Такая, как НТРК. К сожалению, эта мутация крайне редко бывает. А при раке легкого 1 на 500. Ну, здесь представлен инспектор тех патологий, при которых они исследовались в клиническом исследовании. Видите, мелко-клещенный рак легкого занимает все-таки 20% практически, так сказать. Но, тем не менее, этих пациентов очень трудно, так сказать, найти. И 1 на 500, это, конечно, за последний год у нас выявлено только 3 таких пациента. И, в общем-то, только один из них дошел до терапии, потому что, в общем-то, остальные были в других городах. И, в общем-то, связаться с ними оказалось достаточно сложно. Но, в то же время, НТРК-ингибитор, энтрактинип, также дает очень хороший ответ. И, соответственно, эта опция на сегодняшний день тоже возможна, потому что тоже есть расширенный доступ на этот препарат. Поэтому я хочу, так сказать, еще раз на заключение остановиться на тех драйверных мутациях, которые зарегистрированы на СНСН. Часть из этих препаратов у нас в России еще не зарегистрирована, но она у нас уже есть в расширенном доступе. Поэтому, я думаю, что надо обратить наше внимание на те моменты, которые позволяют широко использовать именно методы молекулярно-генетического исследования, оптимизировать и гистологические методы, оптимизировать проводку ткани, которая позволяет выделить хорошо ДНК и РНК для молекулярно-генетического исследования. Ну и расширять методы применения таргетной терапии за счет, конечно, и последовательности применения различных таргетных препаратов и комбинированных различных таргетных препаратов и химиотерапии. Ну и следует отметить, что есть последние данные, которые вот только что были опубликованы на съезде американских таргетных хирургов, о успешном использовании таргетной терапии, в частности, афотенибы у больных с плоскоклеточным раком, у которых, так сказать, проведена уже в первом линии тройная иммунохимиотерапия. И, опять-таки, возможности применения именно таргетных препаратов у больных, у которых нет драйверных мутаций или тех драйверных мутаций, которых мы просто не знаем или не определяем, потому что в плоскоклеточном раке легкого встречается часто мутация ХЕР-2, которую, так сказать, мы не определяем, но назначая, так сказать, препараты, такие как афотениб, которые являются пан-ингибиторами гена НГФР, мы действуем на эту мутацию. Спасибо за внимание. Продолжение следует...